Добрый день, друзья и другие. Я здесь оставлял небольшой фрагмент своей беседы с сенатором Людмилой Нарусовой, где она рассказывала о флирте и поцелуе в городе Парижске с Алленом Делоном, вчера почившим. И очень многие выражают скепсис, пишут, что нет, такого не могло быть. Почему нет? Людмила Нарусова была привлекательной женщиной. В те годы колоссальный был интерес к России, к русским, о системе координат Алленом Делона и других французов, где у него Нарусова и русская. Так что вполне при приописанных обстоятельствах, вот как она рассказывает, я верю. Нарусова упоминает, что это было в каких-то французских журналах. Я этого не нашел, но меня это не удивляет. Это была досетевая эпоха. Не существовало никаких интернетов. Не было этого. В той же Франции, в те же годы, там про меня было масса публикаций. У меня просто есть эти журналы, но найти какие-то следы в сети не представляется возможным. Так что, повторю, ничего экстраординарного в этой ситуации я не вижу. И то, что там нет каких-то печатных свидетельств фотографий, это сейчас у всех айфон, и все делают селфи с того же описанного обеда или ужина. С этой трапезы остались бы, наверное, десятки фотографий, может быть, в личных архивах. Тогда этого не существовало. Тогда не документировался каждый шаг просто пользователем. Поэтому, повторю еще раз, я вполне допускаю, что такой случай был, почти убежден в этом. Ну, плюс-минус, может быть, какие-то детали. Там нет дыма без огня, точно там что-то какое-то, такое было приключение. Не романтическое, а скорее такое светское. Я думаю, что недовольство этим рассказом вызвано не просто фактом, что жена ленинградского мэра целовалась с легендой французского кинематографа, а с тем, что к Нарусу и к самой такое отношение. Дело не в том, что она вдова российского политика, который привел в эстаблишмент нашего нынешнего президента Владимира Путина, или в том, что она мать совершенно скандальной и запредельной Ксюши, как она называется, Ксюша, Ксения Анатольевна и Собчак. Просто сама Нарусова достаточно много наговорила таких вещей, которые формируют негативное отношение, и заслуженное негативное отношение к ней в нашем социуме. Особенно сейчас, во время специальной военной операции. Вот. А для тех, кто не видел, я этот отрывок сейчас повторю, чтобы было понятно, о чем речь. Ну вот именно вашей, вернее, вот этими отношениями с супругом и его отмеченным память либерализмом можно объяснить тот факт, что он вам позволял целоваться. В частности, известная история, когда вы целовались с Аллой Маделлоном. Вы так хорошо изучили мою биографию. Я старался. Я не знаю, где это было, разве что во французских журналах. Ну, знаете, это была, в общем, шутка. Мы были во Франции, но я расскажу, почему. У меня фотографии сохранились, свидетельства и доказательства. Мы были во Франции. На приеме тогда он был мэром Парижа, Жак Ширак, еще не президентом. И пригласили нас, ну и каких-то французских звезд на обед. Мой муж сидел напротив меня, я сидела рядом с Алленом Делоном. И там было хорошее Бургундское. И как-то так оно подействовало на Делона. И он так стал подлаживаться. А таблички с именами месье Собчак и мадам Нарусова. То есть ничто не указывало на то, что вы супругли. И он так подлаживаясь сказал, знаете, мадам, у меня никогда не было русской женщины. Я говорю, верю месье, но знаете, какое совпадение. У меня тоже никогда не было французского мужчины. Он говорит, так в чем же дело? И уже так довольно напористо. Уже так это, уже переставало быть шуткой. Вот-вот я говорю, да. Ну а он довольно громко говорил, еще вином возбужденный. Я говорю, да все дело в том, что напротив сидит мой муж. Как, месье Собчак, ваш муж? А кто у нас муж, да? Я говорю, да, это мой муж. И он так приник, но тут муж проявил чудеса великодушия. И говорит мне, ты знаешь, ты ведь никогда мне не простишь, если ты упустишь такой шанс поцеловаться с Аленом Делоном. А все вокруг женщины, включая Бернадет Ширак, стали говорить, мадам, любая женщина французская отдала бы там сколько-то лет жизни за такой шанс. Ну уж пришлось. Пришлось. В общем, если до этого момента и были у кого-то сомнения, что Собчак это просто эталон либерализма, то после этой истории сомнения... Нет, ну нет, нет. Во второй части мы поговорим как раз про политику. Это исключительно протокольный политез. Я понимаю. Но не... Он был вообще ревнивым. Бывало, бывало, получало. Хорошо, поговорим об этом во второй части, потому что ревность и политика – это вещи взаимосвязанные, как мы выяснили. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Спасибо!